Владимир Фатеев сегодня председатель Совета ветеранов Северского трубного завода, а еще не так давно начальник теплосилового цеха на Северском трубном заводе. Сегодня он один из тех, кто пришел на встречу старых добрых друзей, чтобы вспомнить молодость, друзей, трудовые будни, свою жизнь, которая прошла в стенах завода. Нам очень приятно, что сегодняшние работники цеха, вот устраивая этот праздник, как юбилейный, вспоминая юбилейную дату цеха, пригласили всех ветеранов, которые отдали многие годы, некоторые по 50 лет и более. Я вот конкретно 48 лет моей жизни связана с теплосиловым цехом. Поэтому нам очень, конечно, приятно, что вот нас помнят, но и есть что сказать. И так по жизни мы встречаемся с работниками цеха, которые сегодня работают, они интересуются, как там на пенсии, да мы говорим, хорошо на пенсии, как у вас на заводе, а у нас на заводе очень хорошо. Поэтому связь с поколением, конечно, нужна и всегда должны помнить о старших, а мы, значит, не забывать о заводе, что было такое предприятие, и мы рады, что работали на Северском трубном заводе. Владимир Варламович пришел на завод еще мальчишкой. Он взрослел, а завод и родной теплосиловой цех набирал обороты и развивался. Перед работниками стояла задача не только обеспечивать трубное производство теплом и паром, но и заботится о комфорте полевчан после трудовой смены. Теплосиловой поставлял и продолжает обеспечивать жителей Северной части горячей водой и теплоэнергией. 70 лет назад выделили нас от Мартеновского цеха. Мазутное хозяйство обеспечивало отопление печей Мартеновского цеха. Стояли паровозы, которые обеспечили технологию Мартеновского производства. И наступило такое время, когда Мартену надо было развиваться и производство, которое обеспечивали, отделить. И вот было в 43-м году принято решение отделить вот это хозяйство, мазутное хозяйство, пар и воду в отдельный цех. Вот такое дело произошло 70 лет назад. За 70 лет в теплосиловом цехе изменилось многое, но остались традиции, основоположниками которых были ветераны. Те, кто сегодня с гордостью признается, что он работал в теплосиловом. Василий Карандашов один из них. Кроме того, что он золотых рук мастер, за что отмечен медалью трудового отличия, он еще и активист. Возглавлял партийную цеховую организацию, был председателем цехкома. Он еще и просто замечательный человек. Именно так о нем отзываются его коллеги, с которыми он проработал более 30 лет. Люди в целом дружные, цех был очень дружный. Все службы между собой ладили, все рабочие как-то между собой ладили. Потому что и слесаря, значит, ремонтники, и мы, значит, электрики. Когда выходили на ремонт оборудования, работали вместе, друг друга поддерживали. И могли заменить друг друга всегда. В общем, коллектив был очень-очень хороший. На ветеранов цеха равняются и сегодня. Это та команда, которая работала в едином трудовом порыве. Мы стараемся продолжать и развивать все то, что заложили в основу теплосилового цеха его родоначальники, рассказывает заместитель начальника цеха Сергей Суслов. Ими были созданы те традиции, которые мы стараемся чтить и развивать, и приумножать. То есть это они были у истоков, так сказать, нашего производства, которое является жизнеобеспечивающим производством города. И именно на этом зиждется, так сказать, гарантия, что в городе будет тепло, в городе будет вовремя и бесперебойно горячая вода. И эти люди, скажем так, создавали, а мы продолжаем те важные традиции, которые, надеюсь, будут после нас. Надежда Зверева пришла на завод в теплосиловой цех 18-летней девчонкой. Говорит, и не рассчитывала, что это станет моим единственным местом работы. Но после того, как вылилась в этот дружный коллектив профессионалов, мысли сменить работу больше не возникало. Все знакомые, все такие родные, вот мы встретились сегодня на площади, обнимались со всеми, такая радость. В общем, конечно, это нужны праздники такие, встречи старых друзей, вместе соратников нужны. Связь поколений, преемственность, все это и сегодня существует в коллективе теплосилового цеха Северского трубного завода. И главное, что передается из поколения в поколение, это любовь к своему делу, ответственность за то, чем ты занимаешься. Сидящие здесь знают, что от того, как сработает коллектив теплосилового цеха, будет зависеть комфорт в домах жителей Северной части Полевского. В цехе работают просто замечательные люди, трудолюбивые, работоспособные, инициативные. Но ветераны наши, конечно, низкий поклон нашим ветеранам за то, что они создавали наш цех, они вносили туда свою душу, свою работу. И мы, конечно, всегда свято чтим эти традиции, которые были заложены нашими ветеранами. Кем бы они вообще не работали, или рабочими, или мастерами, или начальниками цехов, они все внесли свой достойный вклад. Поэтому они сегодня все здесь, на нашем празднике. Цеху 70 лет, солидная дата, и мы их очень рады здесь видеть. Продолжился вечер встречи добрых друзей за чашкой чая в атмосфере все той же душевности и любви к былому делу, друзьям и предприятию, где прошла целая жизнь теплосилового цеха Северского трубного завода. Ксения Владенкова, Александр Полищук, новости нашего города.